Дорогие коллеги, друзья, мне, во-первых, хочется также поблагодарить издательский дом «Дом крестьянин» за вот такое мероприятие. Оно бывает ежегодно, и мне кажется, в таком формате очень здорово, интересно. Поэтому спасибо. Что мне хотелось сегодня сказать? Итак, хлеб, он очень трудный, и я работаю очень давно уже, больше 50 лет, и на моем веку встречалось уже много ситуаций разных. И вот прошедший год, как мы ждали этот хлеб с вами, и не только ждали, а работали над ним. Сухая осень, потом такая непонятная зима продолжительная, где-то ледяные корки. Каждый раз смотришь компьютер, смотришь на улицу, какая погода, многократно сверяешь, что ж там дальше. И мы с вами знаем, что тот, кто следит за прогнозом, знает, что и на три дня прогноз не передугадывает. Правда, да? Часто говорят, что будет дождь, а дождя нет, или просто покапает. Для обывателя это дождь, для нас это просто ничего, это сухая осень. А затем холодная весна была, позднее калашение, позднее цветение, короткий период для формирования зерна, для налива зерна. Но Господь нам дал погоду, что по сравнению со средним многолетними значениями, июнь был на уровне или несколько прохладнее предыдущих лет. И у нас налив продлился довольно вопреки позднему, как сказать, возобновлению, налив продлился дольше. И все мы с радостью начали убирать урожай, и были все счастливы, потому что мы тоже, мы тесно работаем, а коллектив отдела селекции семеновца пшеницы и третикали нашего института очень тесно работает с производством. Мы каждый день в производстве, кто-то из сотрудников, мы знаем, что делается на наших полях. Когда начинается уборка, нам очень важно знать, как ведут себя наши сорта. Проваливаются или дают высокий урожай, где, как, в каком хозяйстве, на каких территориях. И когда пошли урожаи, вот Неклиновский район, допустим, семеноводческое хозяйство, семеновод и 50 лет октября, вот Виктор Викторович, наш представитель по Ростовской области, у него тоже свои поля. И когда он нам говорит 70-80, да, мы просто счастье переполняло. Когда, допустим, урожаи называют 90-100, счастью не было конца. А сегодня, когда полны закрома, а деть зерно некуда, и даже некоторым нельзя было куда деть кукурузу или подсолнечко, когда убирали, уже эта эйфория от высокого урожая, она прошла, да. Ну вот, бывает, мы не можем ничего предсказать. Вот у меня называется элитное семеноводство, его перспективы, да. Когда-то, когда была у нас перестройка, когда нас ввели, как говорили, к рынку, по сути, к капитализму, они, у нас неразбериха полная была. И я помню, 97-й год, когда Краснодарский край сейчас сеет 1,6 млн примерно гектаров пшеницы, а в 97-98 году всего 700 тысяч. И урожайность была 30 с небольшим центром. И вот я по заданию министерства, как сегодня называют, поехала в Новопокровский и Белоглинский районы, очень жесткие районы в Краснодарском крае, собрали руководителей хозяйства, агрономов, и я начинаю рассказывать, это в преддверии посева, я начинаю рассказывать о новых сортах, о семенах, что надо покупать, сеять. Они просто выгоняли меня из районного управления. Ну, условно так, они говорили, какая там, какие семена, какие новые сорта, у нас техники нет, удобрений нет, сеять нечем. Ну, была ситуация очень сложная. Вот сегодня мы собрались, и ситуация снова очень сложная. Но безвыходных ситуаций не бывает. А потому что и это пройдет, и мы не знаем, что будет в следующем году. Я думаю, что все наладится, наше правительство тоже думает об этом, потому что это народное достояние или государственное достояние, зерно. Сегодня мы каждый день с вами думаем о том, что надо накормить мир, а потому что все мы знаем с вами, слышим все просвещенные, что 8 миллиардов человечества сегодня, да? Все хотят кушать, все хотят все лучше кушать, а зерно основа всего, и мяса, и молока, и всего. И казалось бы, надо идти дальше с более высокими урожаями. Но видите, мир непредсказуем. Кто-то хочет накормить, как мы с вами. А кто-то, как Илон Маск, он сегодня разрабатывает огромные деньги, сейчас вложены для того, чтобы создать инкубаторы человека, инкубаторы человечества. То есть считается, что не все должны иметь детей вообще, а что надо производством человека заниматься вот так по-новому. Мы все разные, по-разному думаем о мире. Но в любом случае, мы с вами в основном здесь сидящие хлеборобы, со многими мы даже друзья при совместной нашей работе. Я хотела сказать, что и сегодня, и завтра семена всегда нужны. А семена, конечно, это основа и продовольственной безопасности, и вообще безопасности человечества в мире. А ну я так далеко отошла, да, от своей темы. Но я думаю, что просто несколько слов хотела сказать о нашей селекционной программе. Я уже 28 лет руковожу отделом селекции семенауса пшеницы и третикали. И как раз мне попались первые годы вот эти перестройки, 94-й, 95-й. И у нас тоже мы никому не были нужны. Вообще даже сумок, мешков не было, куда убрать делянки с поля. И к нам приехал один деятель из Москвы, депутат Государственной Думы. И перед нами выступал, агитировал, чтобы мы за него голосовали. И мы говорим, ну, уникальный институт, вы понимаете, школа академика Лукьяненко не должна пропасть, мы должны развиваться. А он говорит, вы знаете, я вот лет 7 назад был в Америке и был в таком оперном театре замечательном, на спектакле. А говорит, а в этом году поехал, а там уже стоянка. Для автомашин стоянка. Это он так нас агитировал, понимаете, да? То есть, если это невыгодно, он имел в виду институт, и семена, и сорта, то почему не сделать стоянку, да? Ну, я условно. Поэтому мы решили, что спасение утопающего – дело рук самих утопающих. Сегодня наши многие селекционные программы сорта создают, но они дальше не сопровождают, потому что, если мы создали сорт, это просто образец, который никакой прибыли, никаких больших экономических дел не решает. А сорт реализуется в производстве через семена. И поэтому мы взялись за производство оригинальных семян и наращивали сами с ведрами, затаривали. У нас не было никакой техники. Все постепенно было приобретение техники и так далее. И сегодня мы производим почти 20 тысяч тонн оригинальных семян. Что касается элитных, то у нас огромное количество друзей в производстве, индустриальных партнеров, как сегодня говорят, которые производят оригинальные семена. Сегодня, говорят, селекционные фирмы или идут через роялти, или, допустим, через продажу сами продают семена. Мы работаем и так, и сяк, и с хозяйствами так называемый договор 50 на 50, выращиваем совместно семена. Для того, чтобы посмотреть, когда мы отдаем семена 100 хозяйствам, мы сразу имеем отклик, мы видим, как ведет себя сорт. Потому что мы свои сорта, как детей своих, сопровождаем в производстве. Если сорт, допустим, где-то споткнулся, мы понимаем, почему и как с ним дальше быть. Вести семена оции или все-таки отойти от этого сорта. Наш отдел построен по принципу многовекторности. Если в каждом институте есть одна селекционная программа по пшенице, допустим, то у нас их четыре. Кроме того, тритикали – это новая культура, это еще и генетический мост для переноса генетической информации от ржи, от эгелопсов, пшеницы мягкой. И поэтому это огромное генетическое разнообразие работает на увеличение продуктивности и качества зерна. Сегодня в каждом новом сорте есть кусочек хромосомы ржи. По одной хромосоме или по другой. Что это дает? Это дает более мощную корневую систему, это дает более продолжительную работу листьев, это дает большую биомассу. А биомасса обеспечивает получение урожая. Поэтому вот сорта наши так далеко идут, и мы создаем сорта азимые мягкие, двуручки мягкие, яровые мягкие, твердые – азимые и яровые, тритикали – азимые, двуручки и яровые, полба – шарозерная пшеница, уже целая серия тоже с очень высоким содержанием белка и клейковины. То есть, для чего я сегодня вам это говорю? Для того, чтобы вести мощное семеноводство, надо прежде всего иметь большое разнообразие генетики или генофон большой. И каждому, каждому хватит в этом генофонде заниматься семеноводством, потому что юг России – это солнце, это аккумуляция солнца в каждой семени, в каждом зернышке. И когда мы поставляем на север страны, в центральные регионы страны, наши семена, то они сразу более дают боль, они более урожайные, потому что у них вот есть запас солнечной энергии. Как правило, это бывает отклонение, когда дождливая, допустим, очень погода, но правило такое. Поэтому мне хотелось вас всех призвать, что семеноводство – это решающее условие, очень хорошее элитное семеноводство, это очень хорошее, это важное условие для получения хороших, устойчивых урожая. Мы не ведем селекцию только на урожай. У нас, мы знаем волочильность рынка, непредсказуемость абсолютную рынка. Сегодня надо одно, завтра другое. Селекция – это процесс длительный, хотя вам и нам всем лапшу на уши вешают, что сегодня иностранцы вот работают, геномная селекция, редактирование генома. Завтра мы просто все отредактируем, новые сорта там. Селекция создает 15-20 лет, 10 там. А мы вам за два дня создадим. Да сорт только, если его растиражировать, через семена надо 5-6 лет, вы понимаете, да? А создать сорт, потому что люди эти не понимают, что сорт – это вообще организм сбалансированный, адаптированный к… Я уже перебираю время, да? Нет, нормально. Это организм, который… Вот мы генетику создали, а реализовать его надо в неконтролируемых условиях среды. Сегодня зальет, завтра засушит и так далее. Поэтому мы создаем сорта разные. Сегодня на один сорт, как вы все уже понимаете, у себя это внедрили, только генофонд сортов может давать более высокие урожаи. И в производстве мы можем наращивать урожай и идти вперед. Я думаю, вы тоже все знаете, что сегодня говорят о потеплении климата, мы это на себе все чувствуем. Ну и то, что Франция и Англия, там и другие страны, где умеренные температуры, где замечательная всегда перезимовка, проблем там нет. Но сейчас у них тоже лето бывает жаркие. И естественно, повышение температуры на 1 градус сразу снижается урожайность на 10-15%. То есть со временем, если это будет дальше идти, то мы вообще будем зоной самых высоких урожаев. Поэтому, что я хотела? Я хотела, во-первых, вас призвать, что мы не знаем, что будет завтра. Я думаю, завтра будет лучше, чем сегодня. Но мы всегда хотим кушать. Наши дети, наши внуки. И я помню, как Николай Игнатович Кондратенко в эти годы, 97-е и прочее, он взывал, ребята, сейте, выращивайте животноводца, потому что завтра вас накормят, бог знает чем, иностранцы. Или накормят совсем, как сегодня ввели санкции и так далее. Вот здесь присутствует очень много хозяйств, которые ведут элитные семена урса. А это вот рядом со мной Кубань-Хлеб, представители Кубань-Хлеба, Виктор Викторович, Герченко. И я знаю, что здесь и неглиновцы присутствуют, да? Да, да, да. Вот. И мне хотелось, во-первых, всем производственникам сказать спасибо, а, знаете, когда смеются, идет битва за урожай. И по телевидению иногда так это на смех поднимают. А это люди, которые никогда этот хлеб не получали и не знают, что он стоит. Поэтому хоть сегодня и зерной, и хлеб, это так. Когда обсуждали программы по совершенствованию, по селекции, и москвичи там, в министерстве сельского хозяйства сказали биотехнологам, это они нам передали, что ну ладно, занимайтесь там свеклой, ну этого зерна, как грязи сегодня, зачем заниматься пшеницей. Поэтому я понимаю, что эти люди абсолютно далеки от жизни, оторваны абсолютно. вот, мне хотелось бы, если вы дадите нашим коллегам, индустриальным партнерам, слово, будет очень здорово. Ну а вообще, всех хотела поблагодарить за сотрудничество с нами, за высокий урожай, они нужны. Ну и пожелать всем здоровья в новом году. Я думаю, это главное условие нашей жизни, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В этом году, мне кажется, произошел какой-то скачок экспорта семян за границу с дороги Нижнего Заручивого. Вы наблюдаете этот скачок? Вы не знали, что благодаря инсекцию экспортируют семенами? Спасибо, да. Дело в том, что это бывает ну, волнами большие поставки за границу. Вы знаете, что семена нашей селекции в Узбекистане считайте сто процентов засеваются сортами нашего института. Туркмения ну, вся Центральная Азия она сеет наши сорта в большей степени ну, присутствуют может и другие, но в основном это сорта краснодарской селекции. И если кто-то бывал допустим на полях в Узбекистане в Туркмении в Киргизии вы видели как только они купили от нас семена два-три года у них на полях растет пшеница. Через три года там уже и ячмень дикий и овсюк и овсы и там бог знает чего только нет. Поэтому примерно раз в три года вот такой всплеск огромный бывает. в этом году где-то 70-80 тысяч тонн семян ушло за границу. И естественно институт не мог обеспечить потому что там определенные тоже сорта те которые районированы допущены к использованию в этих странах. Поэтому вот поставляли наши индустриальные партнеры наши коллеги вот сидящие тоже здесь в этом зале и знаете когда-то я приехала в Староминский район и руководитель хозяйства не буду назвать ну что ваши семена ну вот ну что мы вот продавали в августе там это в сентябре а в октябре и пшеница выше по 19 рублей допустим продавали а в октябре там это я говорю так вы продавали когда вы пшеницу не могли продавать вы же деньги вложили там удобрение все на следующий год или через год не могу сказать может через два года очередной раз я приезжаю в хозяйство и мне Михаил Григорьевич говорит вот как здорово что мы семеноводцем занимаемся потому что ну не идет пшеница а семена вот дали нам возможности заложить урожай нового года я передам сейчас слово представитель вам пока сейчас мань хлеб Сергей Александрович Макарьев Сергей Александрович а пока мань хлеб тоже продавал семена за границу насколько это было только сложно ли было спасибо за доставленное слово я от имени нашей компании всей нашей корецкой земли кубанской земли и от всех коллег в том числе поблагодарю в первую очередь за совместное сотрудничество Людмила Андреева мы занимаемся семеноводством нашей компании уже 5 лет но вот именно на тот уровень производства семян которые мы достигли сегодня наверное только на крайне года то есть в прошлом году мы развели и реализовали 15 тысяч тонн семян этим общеницем до именно элитных семян то в этом году мы реализовали 20 тысяч тонн семян и из них порядка 10 тысяч тонн было отправлено на экспорт в страны ближнего зарубежья о чем уже сказала Людмила Андреева Африкистан Туркористан Азербайджан Армения и в данный момент мы ведем переговоры с нашими белорусскими партнерами думаю что также у нас есть серьезная перспектива сотрудничества с нашими белорусскими коллегами я не знаю что еще можно прибавить к словам которые действительно если бы мы не занимались семерномодством то именно в этом году несмотря на то что наша компания много профильная у нас также и животноводство развито но тот объем товарного зерна который мы произвели у себя в наших полях однозначно с собственными нуждами мы бы его не переработали и мы с Андреем Викторовичем присутствует главный агроном нашей компании только что с Удмилой Андреевной общались и у нас есть серьезные риски о том что к уборке урожая будущего года мы можем подойти с полными элевантами пока что у нас есть такие определенные опасения сегодня говорили очень много пшеницы а никто не говорит о том что у нас еще полная зила за кукурузу у нас еще полные элеваторы масличного подсолнечника который также не имеет своей цены с учетом тех переходящих остатков имеется ввиду масличного подсолнечника который имеется вот и одна из проблем я вот хочу поддержать коллегу когда мы говорили о китайском рынке о том что сейчас какие-то дополнительные железнодорожные мощности вы знаете одна из серьезных проблем при реализации семян в Узбекистане и Туркменистане это была проблема железнодорожной логистики очень сложно было решить этот вопрос несмотря то что мы отгрузили 10 тысяч тонн семян но железная дорога именно что касается нашей направлении Тихорецкого узловой станции они просто захлеплутся и наверное это наблюдалось и в других регионах те кто занимался отправкой продукции в первую очередь семян в страны ближнего зарубежья сказали уже о том что было реализовано 70 тысяч тонн поэтому наверное одна из проблем которую хотелось бы пожелать чтобы проект не обратил внимание это и вопросы железнодорожной логистики с учетом того что если не будет возможности отправлять все это на фронт хочу поблагодарить изнательский дом крестьянин наших алгоритных партнеров за сотрудничество и хочу сказать что какие бы ни были трудности но пока с нами есть наука которая нас поддерживает которая переживает и работает на перспективу я думаю нам никакие трудности не слышали мы все при этом им коллеги спасибо спасибо большое за высокую оценку работы нашего коллектива и хотела бы вот на ваши вопросы мы создаем ежегодно больше 10 10 сортов ну разных и культур я имею ввиду и в этом году допущены к использованию производстве такие сорта как агрофаг 100 феодор это среднепоздние сорта краткостебельные высокоморозостойкие пожалуйста вот феодор по колоссовому предшественнику очень хорошо идет ну не только по колоссовому но в том числе по колоссовому или я намеренно не говорила не рекламировала свои сорта да или среднеранний сорт школа среднеранний который стабильно Таню превышает по урожайности Таня кстати имеет низко транслокации и от дикокума от полбы и от ржи и от игилопса то есть Таня намешана такое что поэтому Таня и держится так долго уже почти 20 лет вот но школа превышает Таню и по урожайности и по качеству зерна у нее другие есть преимущества и лимоней вот сорт в этом году мне из ростовчани из Неклиновского района 50 лет октября привезли после уборки урожая такой каравай а он каравай был необычный а каравай а вокруг были еще маленькие такие булочки каравачки и на этих маленьких было написано название сортов то есть вот урожай 22 года был обеспечен вот этими сортами а вот сорт мане был написан другими буквами я конечно была в полном восхищении и они мне задают вопрос а почему мы написали как вы думаете другими буквами кто кто его знает они дают мне данные а сорт мане в пересчете на 14% влажность дал более 100 центров зерна с гектара в их условиях конечно это очень здорово но он не только у них показал себя хорошо и в других хозяйствах просто пожалуйста выбирайте есть у нас сорта которые превышают и таню и гром это конечно вы их уже в течение десятилетий спробовали они стабильно дают урожайность очень высокую наши сорта с собой знаете как говорят встречают по одежке провожают по уму так вот они на вид не особо красивые а когда убирает как мы говорим когда гром гремит когда его убирают да ну вот примерно и Таня такая же и на вид вроде небольшой колос но аттракция отток питательных веществ из биомассы в зерно он мощный потому что когда вы убираете всем нравится что убрал и поле чистое а комбайн измельчил пожалуйста такой соломы страшной нет только некоторым хозяйствам нужна солома остальные любят чтобы соломы не было вот поэтому выбирайте пожалуйста и в этом году допустят новый сорт уже предложила и Ростовская область и Краснодарский край и Ставропольский край победа 75 и восьмой регион это Поволжье предложили победу 75 и я думаю что она кроме высокого урожая качества еще и будет более устойчива ко всем видам болезней и можно меньше применять фунгицидов это тоже экономия средств спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok